На этой неделе пользователи социальной сети Тверской области взволновало появление новых региональных сообществ, призывающих детей и подростков к совершению преступлений. Основной расчёт идёт на подростков, психика которых нестабильна, личность только формируется и в этот момент особенно подвержена внешнему влиянию. Особенности подростковой психики состоят в том, что в этот момент особенно хочется противопоставить себя миру взрослых, присутствует стремление к самостоятельности реализации и разрушению одновременно. Именно этим и пользуется так называемое сообщество. Первое, на что рассчитывают интернет-преступники, посеять ужас и страх. Они утверждают, мы здесь, мы придём к вам для совершения террора и убийства в школах. Для подтверждения своих намерений администратор демонстрирует оружие, самодельные взрывные устройства и компоненты к нему. Отличаются такие сообщества мнимой реальностью. Дело в том, что администраторы публикуют фотографии и видеозаписи из учебных заведений, тем самым утверждая, что они уже находятся в городе и готовы претворить свои намерения в действии. Однако, мнимость эта заключается в том, что, как правило, фотографии преступники получают либо из открытых источников, либо при помощи информационных технологий. Главная цель организаторов таких сообществ и телеграм-каналов, объединённых принадлежностью к идеологии терроризма, дестабилизировать эмоциональное и психологическое состояние населения, вызвать панику среди детей, их учителей и родителей. Создаются отдельные чаты, сообщества и группы с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств, по методике и технологии совершения диверсий. Правоохранительные органы устанавливают, что, как правило, администраторами такого рода сообществ являются граждане Украины, то есть администрирование происходит с территории Украины. Нередко детей вовлекают в такие сообщества, обещая денежное вознаграждение. Есть случаи, когда молодёжь добавляют в такие группы без их ведома. За совершение такого рода преступления, то есть управление, администрирование каналами, содержащими террористическую информацию, предусмотрена уголовная ответственность, в том числе за призывы к террористической деятельности, за оправдание пропаганды терроризма. Распространение, то есть публичное распространение этой информации, попытка передать эту информацию кому-либо ещё, она также может привести к уголовной ответственности. Убедительная просьба к подросткам и их родителям. Если вы нашли такой, связанный с насилием, канал, необходимо сделать снимок с экрана и срочно связаться с полицией. Нельзя молчать и в том случае, если с вами связался неизвестный подозрительный человек, желающий получить информацию о местах массового скопления людей, расположении воинских частей и объектов промышленной инфраструктуры. За несообщение о потенциальном преступлении террористического характера также предусмотрена уголовная ответственность. Однако не стоит спешить блокировать такого рода собеседника, необходимо сделать снимки экрана, сообщить в правоохранительные органы. Дело в том, что сохранённая переписка, аккаунт собеседника, он может позволить установить преступника. Я при этом отмечу, что сообщать о возможном преступлении необходимо непосредственно в правоохранительные органы, поскольку гражданские лица, в том числе учителя в школах, они не способны качественно оценить угрозу. Это могут сделать только сотрудники правоохранительных органов. Напоминаем, в регионе работает детский телефон доверия. А ещё просим родителей поговорить со своими детьми о возможных угрозах, ответственности и правилах безопасного пользования интернетом. Помните, дети и подростки – основной объект преступного внимания. Не дадим врагу победить на этом фронте. Субтитры создавал DimaTorzok